Так, давайте разберем, как это все устроено. Как получились вот эти языковые финты? Здесь немного я начал разбираться в терминологии, но опять же, кроме как для собеседования, это практически не нужно. Да, вот на коде общаются. Ну, в принципе, если в тайке тест-кириз, то, что я нашел, все остальное уже какой-то такой менеджмент. Берешь, кодируешь на макита и все. Зачем это называть? Ну, в общем-то, тест-кейсом, фикстурой, в моем случае, вот этот вот класс является и тест-кейсом, и фикстурой. Но здесь имеется в виду две разные роли. То есть, зачастую, иногда так получается, что тест-кейс и фикстура – это разные штуки. Тест-кейс – это какая-то штука, которая объединяет разные тестовые методы. Правильно? Если я запущу вот этот класс, то сделаются две, в общем-то, независимых проверки. Ну, два разных сценария. Это тест-кейс называется. Большинство систем модульного тестирования, включая G-Unit, поддерживают следующее. Я могу объявить, ну, может, где-то там найти у них, а ну, вот давайте там. Ж-Unit, тест-кейс. Как-то там, по-моему, это пример. Ну, какая-то такая функциональность. Когда я могу построить, вот этот тест-сит тут называется, я, в общем-то, туда могу как-то программно набросать много, а как бы тестов. Я говорю, я в жизни это не использовал. То есть, это какая-то менеджерская уже такая заморокка. Что я могу при помощи, ну, у меня есть один класс, у него методы, второй класс, у него методы, третий класс, у него методы. А теперь я говорю, значит, так, я хочу, чтобы у меня были два тест-кейса. Там, бет, сценарий вообще, и гуд сценарий. И вот у меня этот, и этот, и этот, и этот являются бедами, а остальные являются гуд. Это гуд, гуд, гуд. И я хочу как-то программно джермету сказать, а давайте запустим сначала все хорошие, а то бы все плохие. И вот способ, при помощи которого этот, этот, этот и этот метод можно собрать в одну совокупность, то есть называется в каждом фрейберке свой, и называется, собственно говоря, то есть это объявление называется тест-кейс. Ну, кейс это как, кейс это что, бабка, да? Кейс это выбор. Выбор. Тестовый случай называется. В случае, да? Да, но тут, может, я немного ошибаюсь терминологией, то есть вот, джейд называет это свит. Свит это набор. Свит это свит, это набор. Свит это способ объединить. Ну да, это важно, на самом деле, опять же говорю, это уже просто не моя, не моя парафия, то есть это, скажем так, занятие реального отдела вот тестирования. То есть когда они, скажем, говорят, у нас есть новая фича. Можно заморозить корзину покупок и вернуться к ней через месяц. И дальше начинает набирать. Эту функциональность проверяет тут-тут-тут-тут-тут с разных тестов, которые я написал, они собирают в пачку. И у них возникает следующая функциональность, она уже наполовину административная, наполовину программная, я говорю, я этим не занимался. Вроде давайте запустим их. Запустили там 46 случаев, 3 провалилось. А те, они хотят что-то поделать и то же самое запустить еще раз. То есть им просто нужно вот эти вот фактически тестовые методы объединить в пачку, чтобы я могла запускать повторно или, например, считать разницу. Ее запустили, 3 упало. А теперь через 2 часа после багфейса хотят запустить только эти 3. Опять же, это, говорю, может, скажут, кто больше связан с отделом поли-тершуренск, потому что, я говорю, это разное. Я пишу маленькие части, покрываю тестами. Пишу, покрываю, пишу, покрываю. Тестирую по мелкому, отдаю туда, а как дальше с ними работают в поли-тершуренске, я не знаю. Второй термин – фикстура. Фикстура – это когда… Заключается в следующем. Если у меня есть фактически разные сценарии проверка, проверка разных сценарий, ну, по факту, это методы. Один сценарий – один метод, в общем-то. Тут достаточно однозначно. Мне кажется, что они используют одно и то же, какие-то предусловия, у них одни и те же. Вот в моем случае я проверил плохой сценарий и хороший сценарий. На обоих случаях мне нужен был request и response и dispatcher. Зачастую, как и делают это программисты? Да. Идеологически это называется, что мы их делаем частью, вот, не знаю, частью или… В общем, это одна фикстура. У них одни какие-то предусловия. И всем нужно что-то. Как у нас у программистов-то выглядит? Эти тестовые методы являются частью одного класса, у которого есть поля, и есть метод, обозначенный собакой BFO, в котором я заряжаю эти поля данными. JUnit для тестирования каждого метода создает заново экземпляр тестового класса, вызывает метод BFO, он заряжает поля и вызывается метод. И получается, да, у меня три раза, если у нас три метода, будет три раза создан экземпляр, три раза вызван BFO, но этот BFO зачастую, почти всегда работает, ну, то есть он не учитывает, что вызывали до этого, не пытается что-то в static fieldах сохранить. И получается, что все три метода используют одно и то же, одну и то же заготовку, заготовленную в этом BFO. Ну, иногда там, то есть фиксура, это, в общем-то, идеологическая такая штука, ее можно реализовать, можно сделать класс предок, в принципе, в котором есть какие-то поля, которые он там заряжает в конструкторе, и унаследовался от него, и у тебя автомат, весь поля, в котором что-то лежит. То есть, я делаю quiz all controller test. Тут будет поля, собственно, контроллер, quiz all controller. Ему нужны поля DAO и transaction manager. Не забываем, что до этого мы сделали наш маленький dependency injection container, который эти поля инъектил, а теперь никто не инъектит. Это раз, второе, мне же нужно подложить туда не настоящий quiz DAO, который будет хейтить в базу. И, в общем-то, я не хочу, я бы мог, конечно, своему маленькому dependency injection container рассказать, что подложи мои реализации, но вообще, я сейчас не хочу работать с dependency injection, с dependency injection вообще. У меня будет запрос, HEPC-REQUEST, и диспатчер, который вытащат из запроса, и RESPONSE, который вытащат из, то есть, сильное произношение коверку, говорите, как сказать, правильно по-английски. Я-то знаю, но у меня два режима, то есть, два модов. Я, если начинаю говорить на русском, у меня это Are you... Freedom. Итак, я могу многократно писать методы с аннотацией собака BFO. Исторически сложилось, что эти методы называются setup, хотя аннотация BFO метод setup. Когда аннотация авто, метод называют не авто, вполне логично, а называют tierdown. Почему это произошло? Потому что JUnit появился до того, как появились аннотации. И раньше JUnit, когда стартовал, он при помощи рефлексии обнаруживал, какие методы являются тестовыми, а какие методы являются, как тестное зарядить, а как его разрядить. Зарядить, создать поля, может быть, сходить в базу данных кому-то, разрядить, закрыть connection, что-то стереть. Если это static field, например, везде, или какие-то синглитон, все статическое, то есть, знаю, после прохождения теста, что-то там очистить. Их находили по рефлексии, а по рефлексии, что? Надо было стрелять либо на сигнатуру метода, либо на имя. И было четко договоренность насчет имен. Если имя начинается сетап, то это означает, что этот метод, ну, это часть создания фикстуры. Если метод начинается слоу тест, тест, татата, тестовый метод. Когда пришла пятая джава, то, собственно говоря, почему-то решили аннотации делать before и after. А не сетап, да? Да. И теперь получилась у нас такая двойственность, что аннотации выглядят вот так, а исторически сложилось, что метод называется сетап. Да, теперь уже это не работает, я могу метод назвать как хочу. То есть, все равно все будет работать. То есть, раньше, если у нас был field update, и мы задавали сетапдейт, то есть, я могу ошибаться, я до пятой джавы еще этим, наверное, не занимался. Я предположу, что метод должен называться не начинаться с сетап, а просто звучать как сетап, и все, и скобки, он, видимо, был один. Тестовый точно мог быть любой, самое главное, что он должен быть публичным, возвращать вольт, никто не будет читать результат, и начинался с тест маленькими буквами, а дальше что хочу? Потому что тестовых методов, в общем-то, много. Тест хороший, тест плохой. Итак, сетап контроля. Смотрите. Ну, я, собственно, создаю контроллер. Нормальным, конструктором. Почему? Потому что, ну, я же буду тестировать конкретный тип, вот я его создал. Обманывать не надо. От того, мне нужно, так, стек свое, да? Смотрите. Есть у Макита такой божественный метод. Мак. Фактически, там происходит динамическая кода генерации. Ему даешь имя класса, не помню, ни ограничений, если даешь ему интерфейс, то точно все хорошо. Если даешь класс, абстрактный класс, не знаю. В нормальном проекте программируют тот интерфейс. То, что идентирует, почти наверняка даже будет интерфейсом. Хотя вопрос про input string является абстрактным классом. Не знаю, но я просто попробую и все. Потом посмотреть на exception в Google. То есть, ему даешь имя интерфейса, а он генерирует реализацию этого интерфейса. А какую? Сточка. То есть, если там где-то какие-то какие-то состояния. А, в смысле, как она себя ведет? Смотрите, давайте сразу посмотрим пример. В JDK уже встроенная такая возможность. Я могу ошибаться, но возможно, там есть выбор. Это в JDK. Classplot Proxy Java Long Reflect Proxy. И у него есть, эта штука точно сделана на динамической кода генерации. Я ему говорю, мне нужен новый Runable или новый лист, например. А вот, Крис дал Proxy NewProxy. Это просто как это выглядит в JDK. NewProxy Instance мне нужен класслодер какой-нибудь. Сред паран сред нет контекст класслодер. Дальше нужен новый класс, его начнет загрузить. Ему нужен класслодер. Ну и откуда-то взял класслодер. класслодер. Так, мне нужен что-то New класслодер. Кого? Я пишу Quiz Double. Не то сказал, Вот так надо. И нужен, собственно говоря, кто-то, кто реально сделает всю работу. Invocation Handler. И он возвращает того, кого я заказал. Я даю набор интерфейсов. У меня интерфейс один. Я даю класслодер, которым грузить. Потому что любой класс, который находится в тривертальной машине, на самом деле характеризуется двумя компонентами. Первый это полное имя класса, откуда он был загружен. Net, голова, чтвиз, контроллер, тратата, какой-то класс. А, имя. Второе нужно дать байт-коды. Третье нужно дать класслодерам, которые эти байт-коды загружены. Ужай это такая двухуровневая класс, который находится виртуальной машине, характеризуется именем класса и конкретный место класслодера. Это сделано для того, чтобы один тот же класс много раз загрузить. Они между собой не конфликтовали. Собственно, таким образом Tomcat может, если в папку webbugs, можно положить много варников, он их загрузит, и они между собой не могут общаться. То есть, статические поля в них разные. Я могу взять один и тот же варник, переименовать его пять раз, положить в класс webbugs Tomcat. Tomcat поднимется и Tomcat это одна GVM. Он своей одной GVM один и тот же грузит. И при этом, если используют статические поля в одном из варников, в каждом, то они через статические поля прообщаться не будут. Потому что каждый варник грузит отдельным пластмодером, а пластмодер как бы в рантайме определяет некоторое пространство не имен, пространство сущностей. для процесса дополчат изолирует ну вроде когда вот и поэтому когда всякий раз когда происходит процесс магического превращения байт-кодов в класса в виде байт-кода в класс в виде чего-то непонятно чего в первом джемме висящего вот эту штуку которая уже как бы в рантайме есть по ней уже эфиксии ходить то я обязан сообщить какой должен быть класс логер из класс логер то есть как метод мэйн стартует каким-то дефолтным потоком так и ему дают какой-то дефолтный класс логер но здесь нам требуют автомат потреб наш дефолт и лежит вот здесь или что то же самое наверное если я возьму собственный класс и возьму класс логер который запущен мой класс это один тот же класс логер в Если я пишу Hello World, то у меня три класс лодера. Класс лодер образует просто, если будете читать, иерархию. У меня есть мой класс лодер, который относится к ext-класс лодеру, который относится к дефолтному. Этот класс лодер грузит rt-jar, собственно, gdk. Этот класс лодер в gdk, в gme грузит папку exit. Я тогда был положить в библиотеке, и тогда таким образом как бы расширить gdk. А вот этот класс лодер грузит мой класс main. Ну, класс, который этот main. И там получается, если класс лодер... Там вообще жуткая вот такая вот внешне общение, но в общем... Класс лодер обязан сначала обратиться к предку. Если предок не смог загрузить, то он грузит сам. И виртуальная машина за этим жутко следит. Сделано для чего? Чтобы я не мог своим класс лодером загрузить класс java-langstring. Если бы я класс лодер, я создаю класс лодер. Я эту штуку могу создавать загрузчиком. Но виртуальная машина, то есть ее там песочница, достаточно сложно устроена. В общем, у нас следит... Если я снова класс java-langstring загрузите, чтобы это мой был класс string, то, в общем-то, я могу поломать gdk. Сделал свой класс, который мукирующий и так далее. Так, проехали, в общем... И я даю ему... Собственно, вот универсальный, есть такой интерфейс, VocationHandler. Это, собственно, как это? Универсальный обработчик вызова методов. Он говорит, у меня есть метод invoke. DashMe у кого вызвали, DashMe какой метод вызвали, DashMe какие аргументы вызвали. Я могу вернуть что угодно, а могу сровнуть любой exception. Такой интерфейс. Типа, универсальный, сигнатура метода, который может за всех отдуваться. Это экземпляр сущности из рефлексии. JavaLongReflectMethod. У него можно взять getName, get область видимости, статический, не статический. И вот, я, собственно, когда генерю вот этот новый экземпляр, я должен дать этот универсальный обработчик. И вот, собственно, как он работает. Например, смотрите. Поскольку он один, тут приходится делать If метод getName equals selectAll, Тогда я, например, сделаю return new return raise as list List quiz of new quiz. А, пусть будет null, null, null. А, получается, то, что мы передаем туда в метод, он вот это возвращает, да? Да. А теперь смотрите. Давайте запустим. Это просто как эта функциональность реализована в gdk. Я беру MyDAO, теперь этот заименованный. И делаю у него это же интерфейс. Вызываю selectAll. Потом кидает это самое наше exception. DAO system exception. И я здесь запоминаю list равен... Ну что, с Богом. В данном случае, если мы зайдем вот сюда и хорошенько поковыряемся, то где-то здесь происходит реальная динамическая кодогенерация. Не знаю хорошенько посмотреть. Но, возможно, не этот класс, а какой-то из соседних. они действительно на лету создают байт-коды. Или у них уже есть. В общем, они создают вообще не генерят байт-коды. А давайте для них имя класса. Которые имплемент с интерфейс, который дал в массиве. А вместо всех методов, когда их вызывает, он у инвокейшн хандлера вызывает метод invoke. В какой-то класс? Да, ну, он сгенерил и тихо странное имя. вакс-прокси 0. А через анонимные заправки? Ну, как, это не анонимная анонимность, то есть анонимный nested-класс, анонимный inner-класс. Это же когда я вот тут как бы прямо создаю, пишу new quiz.do, не дави меня, прямо реализую его. В данном случае, то есть анонимный класс это тот класс, у которого не было имени до компиляции, после компиляции виртуальной машины у всех классов и семена. Она всех по именам адресует, то есть там, в данном случае некорректно говорит, что до компиляции у нас никакого класса не было. Ну, механизм очень похожий на анонимные классы, но тут некорректно речь, что он анонимный. Ну, полностью на него похож, да. Те, к кому-то обратился, говорю, хочу, чтобы это было квестао, и вот чем он будет обрабатывать. То есть эта функциональность уже есть. У них, по-моему, сделано на какой-то другой библиотеке, но фактически они тоже динамически генерят байт-коды, потом загружают их загрузчикам класса, и получается экземпляр того класса, что нам нужен. У нас там выглядит как? То есть это вот тот момент, где Makita чем очень хорошая? То есть одна из целей, почему он рассказывает? Во-первых, он позволяет построить вот такие извращения на языке, конечно. То есть вот это вот. Вот как они вот это проверяют? Вот это. Проверить, что нет больше интеракций. То есть фактически МОКС, который был сгенерен, он очень интересен вообще с системной точки зрения. Он не просто реагирует так, как ему сказали. Вот ему говорят. Он еще и запоминает, что с ним делали. То есть вот тут, когда вызывают дугет, каждый МОК запоминает, что с ним сделали, и потом я могу вот таким образом сказать. Больше же ничего не было? У тебя вызвали такой метод? А у тебя вызвали метод с таким аргументом? То есть это как бы такая камасутра для камикадзо. для стольких духом людей. Причем она небольшая библиотека, но вот так вот используют джаву, загрузка класса, динамический кодогенерация. И так. То есть что я делаю? Я просто у МОКИТа говорю, а ну-ка сделай мне МОК для вот этого класса. И у меня хлоп появился экземпляр. И я решаю, вот зря есть. То есть тут я придумал три проблемы, да? Первая проблема. Мне нужно... Создать кризиску. Экземпляры начинаются с Е или с Т? С П. Пиши, что-то у меня узкая речь победила и все остальное. Экземпляры в 5 разных классах. Я проблему решаю. У меня метод МОК создает экземпляр, ну, с интерфейсами точно работает. Дальше интерфейс получаешь экземпляр этого интерфейса, который не нул, у которой все методы... Да, кстати, тут интересно. По умолчанию МОКИТа это можно модифицировать, можно полностью управлять процессом. По умолчанию МОКИТа создает экземпляры классов, которые все методы работают дефолтно. Если метод возвращает буллер, то он генерит штуку, которая возвращает false. Сейчас посмотрим. А если метод требует аргумента? А если он иннорировал? Это же мы дадим ему аргументы. У них проблема, что возвращать? Если это ссылочный тип, то нул, буллер это false, число это ноль. Как дефолтное значение по ли. То есть да, тебе сгенерили это экземпляр класса, а вот мы сейчас посмотрим. Я МОКИТа говорю, МОКИТа сделай мне лист. Он говорит, окей. Я говорю, если я в лист добавлю object. Когда вызываешь метод add у коллекции, java.ql collection, он возвращает буллер. Изменилась ли коллекция? Например, set, java.ql set, не может содержать дубликатор. Если добавляешь что-то, что там уже есть, эта штука не меняется. Я говорю, дай мне элемент по индексу минус один. МОКИТа игнорирует аргументы, он не знает, что с ними делать. То есть get должен вернуть object, он вернул null. Я говорю, дай сайс. Он возвращает дефолтное значение, ноль. Любой буллер, то есть метод add, возвращает буллер. Он возвращает false. У МОКИТа где-то там я начал смотреть, в общем можно его настроить, и там есть несколько дефолтных настроек. Он может вернуть, это называется простой, простая, простой нул. Есть у него smart нул, умные нули. Это когда ты хочешь вернуть ссылочный тип, а какой? Например, лист возвращает лист. Он генерирует такой же точно лист. Он никогда не возвращает null. До тех пор, пока возвращаешься на проинтерфейс, он тебе генерит какие-то такие же дурацкие штуки. То есть, если я создам ht-pister get request, при помощи моего метода. Когда я сделаю генерирует диспатчер, он вернет null. А при других настройках, он вернет не null. Он вернет генерирует диспатчер. У которого что-то возьмешь, он тоже вернет что-то. Просто когда пытаешься, в конце концов, получить число или буля, там в жизни он говорит false и 0. Но пока это ссылочный тип, они генерят, 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 генерят. Вот можно заставить, что возможно достаточно интересно, сгенерить его реализацию, которая по умолчанию вызовав всех методов, кидают исключения. Тогда типа жестче контролем. Я создал ассинь бейсер, и по умолчанию он полностью сломан. У меня все методы есть, дернул метод и раз, схватил reception, дернул, схватил, дернул, схватил, дернул. Потому что, смотрите, здесь же что происходит? Я создал долог. Оно сейчас уже как-то работает. У него уже есть экземпляр. А потом в своем конкретном тесте я немножечко его допрограммирую. И говорю, вот конкретно, когда у дао, конкретно когда у дао, я вызову select all, я хочу, чтобы ты вернул вот этот квиз-лист. Да? по дефолту ну. То есть получается, когда я делал мог, у меня дедерсия какая-то реализация интерфейса квиз-доо. У которых все методы, в общем-то, работают одинаково. Ну, либо обращают ноу, либо кидают исключения, либо еще что-то. А потом я начинаю по конкретный тест немножко эту штуку дотачивать. И в данном случае, возможно, лучше, чтобы... Я сейчас на скидку не вспомнил, как делать. Но я обычно стараюсь дотачить, чтобы она прокидала там какой-то ROR. Ну, если я в результате теста забуду, как моя тестированная система на самом деле использует классы, я хочу, чтобы она как жестко сломалась. Возможно, возврат нула, система не сломает. А так ROR, то есть я создал мог, дал, все разломалось по ROR. Я и в какой метод разломался? Где-то, кто здесь патчет? Я его перекрыл на хороший, опять запустил, опять сломался. И еще что-то делать. Сета-атрибут я его перекрыл. Итак. Поле я сделал protected, поэтому я его просто вижу. Я нахожусь в том же самом пакете, где и мой контроллер. Важный момент. Пакет тот же самый. Это позволяет мне напрямую обращаться к полям. То, что я напомню. Я решил с этого не делать. Я решил делать поля, которые просто марка на нотации. Когда я пользуюсь рефлексией, мне все равно. Приватный, неприватный, финальный рефлексия. Все это легко позволяет ломать. Я сделал такой синтекс покороче. Да, инъекция обычно различает три типа инъекции. Через конструктор, через метод, через поле. Либо я делаю конструктор, в котором надо передать значение. И тогда мой контейнер, когда меня создает, должен мне в конструктор это передать. У меня так невозможно в принципе, потому что мой конструктор принципиально вызывает томкет. Дальше инъекция бывает через сеттеры. Ну, это как ты у себя объявляешь сеттеры, и сеттеры маркаешь аннотациями. По рефлексии находят сеттеры и понимают, что надо заинъектировать. И самый нравящийся мне способ, собственно, инъекция полей. Зачем мне делать сеттер, я им пользоваться не буду. То есть я помогаю контейнеру, но зачем мне еще не речь шесть строчек сюда. Сет крис дао, сет транзакшен менеджер. А так, ну, как бы магия происходит. У меня есть протекты поля, и вдруг бах, они у меня стали немного выдавливать что-то полезное. Но из-за того, что тут мы как бы поля закрыли, а в тестах сеттеров мы не видим, конструктора мы не видим, в конструктор ничего не передаем. Поэтому мне нужен фактически прямой доступ полям. Если поля такие приватные, ну, тогда придется при помощи инфлексии взломать приватность. Тут брать этот контроллер, брать у него get class, брать у него get объявленное поле, set accessible true, и туда, значит, устанавливать при помощи рефлексии. Но чаще всего, и большинство книжек говорят, что можно немножечко послабить, приват до protected послабить, это вполне нормально. Так что, транзакшен менеджер. Я тоже создал экземпляр. Во-первых, у меня такой уже был. Во-вторых, он у меня должен работать прозрачно. И вот этот транзакшен менеджер мог, который делал, когда ему даешь коллейбл, он просто возвращает результат его вызовов. Настоящий транзакшен менеджер, как мы помним, он должен в какое-то хранилище, он должен получить connection в какое-то хранилище, положить его, потом вызвать вот ту штуку, там, наверное, обертка над DAO. В конце, если все хорошо, вызвать коммит у коннекшена, если плохо, то rollback-нуть, и finally, собственно говоря, закрыть. То есть какое-то общее хранилище. Собственно говоря, connection-holder — это thread-local переменная. Это хранилище, привязанное к потоку. То есть у меня есть два способа. Когда я по stack trace гуляю, а по спецификации сервлета, собственно говоря, все вызовы, весь request обрабатываются в одном потоке. По большому счету даже в одном stack trace. Поскольку явно через аргументы передавать connection достаточно морочно, ну да, я могу в request положить set-attribute connection, положить туда connection. Но тогда проблема, например, что hdp-sered request он хорошо бродит между сервлетами и вьюхами. Там я могу данных гонять через атрибут request. Это да. Но когда я, например, беру и вызываю DAO, DAO говорит, ну оно про атрибут hdp-sered request не знает. Плохой способ – это DAO передать ему. Каждое DAO получает 65-летр request. У тебя вообще все классы даже получали 65-летр request. Потому что вдруг там контроллер или фильтр что-то полезное положил. То есть это плохо, потому что при этом получается размазывание уровней. То есть сущность из том кэта начинает протекать через все уровни аж до DAO. Намного проще использовать в таком случае, ну, хранилище, привязанное к потоку, туда положил и, значит, в рамках одного потока – это фактически там мапа в рамках одного потока. Вот. Я использовал свой mock transaction manager, который прозрачный, получил колейбл и просто его вызывает. Почему? Мы же знаем, что ему будут давать колейбл шагланд команда. Там не будут использовать настоящий DAO. Никто не сломается от того, что нет connection. Вообще говоря, можно было бы вот этот экземпляр класса не создавать. Допустим, вот такого класса у меня нет. Я могу даже на Makita запрограммировать вот такую же логику. Ну, что, логика. Когда у тебя вызовут метод doing transaction и дадут колейблу, просто вызови у него call. Я могу сделать это на Makita, но это уже в строчке 2-3 будет. Почему мы не можем использовать mock transaction manager class? Это что у него такой квиз? Как квиздового класса выше. Почему я не могу вот такой же трюк повторить здесь? Я хочу, чтобы... Если я так сделаю по дефолту, то когда у такого замокирована transaction manager вызовут doing transaction, он к того не обратиться. Понимаешь? Он просто раз ничего не сделает. И мне придется ему на вот этих Makita всяких этих вызововов объяснять, что ты ничего не делай. А когда у тебя вызовут метод doing transaction, дадут колейблу, ты у него вызови. То есть в моем случае оказалось, что у меня такая штука уже, во-первых, есть. Во-вторых, возможно такую логику... Давайте попробуем сделать... Нет, ну это минут 10 потребуется. Потому что мне придется... Когда я вот так сделаю, мне придется как-то объяснить, что вот аргументы данные вот здесь, надо будет использовать как бы вот здесь. When transaction manager doing transaction call label, а вот на скачке then return call label.call. Это возможно, ну... Ну это такой вот... Минут 10 мне придется сидеть в интернете. Я это делал, но... И устанавливаю transaction manager. Заряжаю запрос. Я заряжаю... То есть вот это как бы тело этой фикстуры. То есть я делаю такой, как бы, эталонное простецкое окружение для контроллера. Оно выбирается так, чтобы... У меня, например, сейчас два тестовых сценария, может быть больше. Чтобы этот тестовый сценарий отличался именно своей изюминкой. Чтобы вот этого кода не было. Вот в тестовом сценарии вот только одна изюминка. Вот тут вообще, да, вот одна строчка. То есть вот эта особенность этого сценария. Просто одна строчка. Все работает стандартно, но select all кидает исключения. Кстати, очень интересный вопрос, наверняка, если принормальному тестировать, надо также кинуть не DAO system exception, который как бы ожидает, а кинуть какой-нибудь runtime exception. Что это узнает? Сломал я что-то в DAO, кинул он runtime exception. Я ожидаю, что поведение такое же, как... То есть DAO system exception – checkered. DAO с rows – это exception, и вообще говоря, все ожидают это exception. А если будет просто runtime exception, null pointer exception, out of memory error, error – консульт. Ну, кстати, error у нас разломает систему. Потому что... Потому что я делаю catch по exception. То есть вот надо, чтобы как бы вот... То есть вот эта фикстура, вот эти все сетапы, они даже зарядить некоторые абсолютно такую ровную картинку, все, и потом просто, чтобы мы могли только вот эту разницу небольшую показывать. Да, Mocky элемента... Mocky перепрограммируется в Makita. Если один раз сказал что-то, а потом сказал второй, то второй раз перекрывает первый. Поэтому я строю эталонную структуру, а потом пишу разницу. Да, у него просто-напросто вот эти все правила, которые я говорю, они запоминаются и проверяются в обратном порядке. По-моему, так. Я могу сначала сказать, для всех методов верни null, а потом говорю, для вызова такого метода верни true. А потом говорю, для вызова этого же метода с конкретными аргументами 3,7 верни false. Он проверяет букв с этого конца. Когда произойдет вызов метода, он возьмет самое последнее правило, которое объявил. Я вызвал select all с аргументами 25. А, ты об этом не говорил. А, ты по select all. То есть получается, я могу сказать, как вести себя всегда, потом более точное правило, точное и точное. Проверка идет отсюда по времени. Если так, правило, заряжали, проверяют отсюда. Ну вот, собственно, давайте посмотрим. Какие-то не поймал. Я вообще не очень понимаю, насколько в этом на слов улавливать. Ну что? На практике, реально. Потому что так он был. Интересно, что он был. Интересно, конечно. Может быть, когда он был. На практике. На рубке пришел. Макита. Макита. Вен. Я у листа. Да, если я дам сюда, конечно, не тот же mock, который создал в Макита, он, естественно, другается как-то. Макита. Когда у него вызывают, например, get. Тут есть Макита. Такой есть. Они. It. нет. Тогда. Then. 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 нет. Но надо поковыряться, я как бы так глубоко в Макита пока не залазил. Да. Надо посмотреть. Так, вот смотрите, я зарядил. Я ему сказал, когда у листа вызовут метод get с любым сровним не exception. И теперь вызываю воз, например, с 42. Нет, с 16. Какое число более каноническое? 42 и 16, я думаю. Степень двойки или? Да, m мало будет. Вот. Все, рандайм exception. Я сломался по рандайм exception. Но я позже могу правило уточнить, что когда будет get конкретно 16, тогда верни а. Все, рандайм exception. Сейчас get 16, get. Это any, может быть, get наоборот. Не, это вряд ли. Я бы не мог нормальное уточнение строить. Сейчас. Мне уже не 16 нужно, а какой-то действительно у них там такие, это же не полноценное язык программирования, у них возникают какие-то вот такие костыли. Нет. Может, просто они были всем верующие, но я не отчитываю. Не, не, не. Ну, в общем, на пострейте как-то вот можно уточнять. Можно уточнять. Не, не, не. Не, не. Не, не. Не, не, не. Не, 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 не. Не, не, не. Не, 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 не. Не, не. Не, 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 не. Почему? Все пока. Повыгалы. Время. Ну, точно правило проверяется, у нас что-то правило вообще не подействовало. Правило проверяется снизу вверх, поэтому мы можем делать общую картину, а потом, говорю, уточнять для конкретного аргумента отклонение. Да, тоже там оно использует то ли ханкрест неявно, то ли библиотека очень похожа на ханкрест. Я могу давать ему матчер. Я хочу показать, что проверка идет снизу вверх, проверяется нижнее правило.